МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кривое озеро отправятся представители парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщил Голос Украины. Когда поедут, неизвестно. А вот цель поездки – разобраться в обстоятельствах убийства Александра Цукермана. Я напомню, что в ночь на 24 августа шестеро полицейских при задержании избили жителя Кривого озера, а один из них выстрелил в Цукермана. Пистолет так до сих пор и не нашли. Трое полицейских арестованы, еще трое – на свободе. По делу они проходят как свидетели. После кровавой расправы и в поселке, и в области полностью сменили полицейское руководство. Но не успели утихнуть страсти после трагедии в Кривом озере, как стало известно о другой, не менее резонансной истории, тоже с участием стража порядка. Произошла она два месяца назад в Харьковской области. В результате драки там умер мужчина. Какое отношение к этому имеет полицейский? И почему шумиха поднялась только сейчас? Все подробности выясняла Светлана Шекер. Как оказалось, эта шокирующая история произошла еще два месяца назад. В ночь на 26 июня Андрей Разуваев с женой и друзьями отмечали в кафе выпускной дочери. К столику подошли пьяные мужчины. Начали задираться. Потом позвали на улицу поговорить. На Андрея налетели четверо. Больше получаса длилась эта драка. Он терял сознание. Я его чуть-чуть приводила в себя. Они меня отшвыривали, как футбольный мяч. Этот крич меня вот так вот избивал. И лежачего добивали ногами. Просто топтались по его голове. Избитого мужчину без сознания отправили в больницу. Он впал в кому. А через четыре дня умер, не приходя в сознание. Жена погибшего рассказывает, полицейские сразу по приезду на вызов вели себя странно. Почему они их сразу не арестовали? Я же говорю, вот эти люди, которые нас избили. Уже мой муж. Вид ужасный. У меня вся голова в гематомах. И милиционеры, при виде такой картины, даже их вообще в ихнюю сторону не посмотрели. Подошел к ним вот этот крич, Коля, и говорит, типа, пацаны, теряйтесь отсюда, чтобы вас тут здесь и не было. Николай Креч, о котором говорит жена убитого, сержант патрульной полиции. Раньше работал в Беркуте. Потом прошел переаттестацию. В городе у него дурная слава. Запугали города такой степени, что говорят, когда была драка, я просила и плакала, говорю, вызовите кто-нибудь в милицию. А оказывается, там говорят, не вздумайте вызывать, что это бандиты разбираются. Даже когда избитый Андрей скончался, Купинская полиция и прокуратура бездействовали. И только когда родственники дошли до прокуратуры областной, дело сдвинулось с места. Это умисное убийство. Близко двух месяцев понадобилось правоохоронцам для того, чтобы объяснить, кто сам наносил удары. Когда объяснилось, что один из четырех – это работающий, работающий полиции, то сразу эту справу до проведения забрало следствие прокуратуры Харкевской области. Всех четверых зачинщиков драки, в том числе и полицейского крича, суд арестовал без права внесения залога. За убийство им грозит пожизненное заключение. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Отличились и правоохранители во Львовской области. Пенсионер обвинил троих полицейских в избиении. Областная прокуратура уже начала проверку, но не все так однозначно. Есть вопросы и к правоохранителям, и к самому потерпевшему. Разбирались наши корреспонденты. Так его тело разукрасили полицейские, рассказывает 65-летний Василий Думанчук. Правоохранители приехали на вызов соседки, с которой он поссорился. Решили забрать мужчину в отделение. Что из этого вышло на этом видео? Его сняла дочь пенсионера. Пенсионер был на веселе и ожесточенно сопротивлялся. Попыток усадить его в салон авто было несколько. На крики во дворе сбежали соседи. Вызвали скорую. Что ты ему ноги ломаешь? Человече уже стримается? Я вам в груди, блядь. Ломаем у них, блядь. Что ты ему ноги ломаешь? Я не понял, вниз, блядь. Что это за блядь? Что ты ему ноги ломаешь? Что ты ему ноги ломаешь? Эй, выключай швидку, выключай швидку. Выключите себя нормально, я вас не пустим. Никогда не нормально, я приезжаю швидка. Множение забоев, туловище верхних и нижних кинцовок. Окременные ссадины, синяки по всему туловище. В больнице Василий Думанчук третий день. То, что был выпившим, не отрицает. Праздновал День независимости. А в отделение не хотел. Боялся. Кто прав, кто виноват, однозначного ответа после просмотра видео нет. Да и мнения пользователей соцсетей, которые просмотрели ролик, разделились. Съемочная группа подробностей едет на место событий. Вот соседка, которая вызвала наряд. Рассказывает, пенсионер пил на скамейке во дворе и угрожал ее семье. А, я запалю, как вы меня выжжените, я запалю, серничок погружал. Законны ли действия полиции? Интересуемся мнением других соседей. Они очень резко так взялись, за гостро, я понимаю. Людина старше, хвора, инвалид. Он вручался, его держали с рукой, он падал на землю. Правомерны ли действия подчиненных уже разбирается и местное начальство, и прокуратура. Три работники полиции затримают одного гражданина, который очень долго, и, возможно, не совсем правильно. Но я утверждаю, что, согласно материалу, действия были их законные. Призначено судово-медичную экспертизу, особе заявнику, а также призначено служебное расследование о правомерности действий указанных работников полиции. Если проверка подтвердит, что полицейские все же превысили служебные полномочия, им грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Ольга Иванченко, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Подрезали крылья Владимиру Харченко. Руководителю национального авиауниверситета предъявлено подозрение. Вчера его задержали в Рио. Ректора попался на взятки в 5 миллионов гривен. А сегодня стало известно, что у него дома во время обыска нашли еще 5 миллионов в разной валюте и золото. В ближайшее время суд должен определить для Харченко меру пресечения. Но дело осложняется тем, что сразу после задержания ректор попал в больницу с диагнозом гипертонический криз. Целый день мы добивались комментариев в Силовикове и адвокатов задержанного. Но сегодня нам так и не сообщили никаких новых подробностей дела. Если суд докажет вину Харченко, ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы из конфискации имущества. Наркоторговец в погонах. В Донецкой области задержали замначальника погранзаставы Волноваха во время сбыта наркотиков военнослужащим. Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос и опубликовал фотоотчет. На снимках все, что изъяли после ареста наркоторговца, расфасованные порции наркотиков и кусты конопли. Вместе с заместителем начальника погранзастава задержаны еще двое гражданских. Боевики обстреляли позиции военных из Градов. Это произошло ночью вблизи Маринки и Красногоровки в пригороде Донецка. Кроме этого применяли артиллерию и минометы. С подробностями Вениамин Трубачев. Это воронки от Града, говорят военные осколки. Несущий элемент изъяли специалисты наблюдательной миссии. Противник впервые за лето применил реактивную артиллерию. Самый один снаряд Град, который попал, вы видите эту воронку, он ударился. Он попал сюда, ударился. И вот если вы видите вот этот шлейф, он пришел вот прямо и до самой, если видите, бочка. Накануне боевики обстреляли и контрольно-пропускной пункт в Маринке. Открыли огонь из минометов и пулеметов, когда на проверке были сотни местных жителей. Один мужчина получил ранение. Как раз в этой черте, находясь в транспортной засаде, попала куля через дах и попала в плечо. Водей отримал легкое кулевое поранение. Но основной удар противник сосредоточил по позициям военных. Отсюда хорошо видно, откуда они ведут огонь. В этом белом кирпичном здании укрепления боевиков. Стреляют они даже из церкви. Под куполом той церкви есть крупнокалиберный кулумет, с которым ведут огонь по нашим бойцам. Это в основном вечер, вечерний час. А сранку мы слышим звены, там идет служба. Военным пришлось всю ночь отстреливаться в окопах, все в гильзах. Эти бойцы на передовой уже не первый месяц, но настолько ожесточенного боя у них давно не было. Только по этим позициям армейцев боевики выпустили больше полусотни мин и снарядов. Военные говорят, едва успевали спрятаться. Осколки разлетались повсюду. Днем относительно тихо, только изредка стреляет пулемет противника. Но на это военное внимание особо не обращают. Все готовятся к ночным боям. Вениамин Трубачев, Игорь Сули и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. 17 человек погибли во время масштабного пожара в Москве. Горел склад типографии. Все подробности знает Данил Русаков. Воспламенилась лампа, с пожаром боролись почти весь день. 17 человек погибли на месте. По словам очевидцев, пламя охватило несколько этажей кирпичной постройки, где находилась типография. Это осложнило работу пожарным. Бумажная продукция воспламенялась мгновенно. Примерно без 15, без 10, 8 все уже услышали, что начало гореть, пылать. Возле там курилки. Потом на первом этаже вроде все вышли, а дальше уже узнали, что на эту сторону мы подошли в главный ход. Там уже узнали, что на четвертом этаже девушки. На кадрах, сделанных с верхних этажей соседней высотки, отчетливо видно. Площадь задымления действительно большая. Около 200 метров. Именно поэтому находившиеся там люди задохнулись во сне. Они выходцы из Киргизии. Типография была для них и местом работы, и временным пристанищем. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Версию поджога не рассматривают. По лифтовой шахте пожар перекинулся на четвертый этаж, где и располагалась типография, где работала дежурная смена. Личности погибших до сих пор точно не установлены. В Киргизии заявили, что 14 человек граждане страны. Кто остальные, пока не ясно. Известно только, что в Москве они находились легально. Сейчас пожарные работы на месте завершены. Останки доставлены в морг для идентификации. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканалы Интер. Бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, задержанного в Доминиканской республике, по подозрению в похищении человека, арестовали на три месяца. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на некого Дениса Пащенко. Именно он обвиняет Сальдо в организации своего похищения. В свою очередь, сообщает издание, Сальдо заявляет, это его похитили и 50 дней пытали. Кто кого похитил на самом деле, теперь предстоит выяснить доминиканскому правосудию. Американские горки предвыборные. Разрыв между основными кандидатами в президенты снова минимальный. Но у Трампа есть план. Кого он хочет использовать как трамплин на пути к победе за главный пост страны? Ответ знает мой коллега Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Новостийные сайты недавно взорвались заголовками, мол, Хиллари Клинтон опережает Трампа на целых 12%. И читатели по всему миру ахнули. Неужели в американской избирательной гонке таки определился фаворит? Но свежие данные агентства Reuters демонстрируют, не все так хорошо для Клинтон и так плохо для Трампа. Все дело в том, как считать. Вы за Трампа или за Клинтон? Поинтересовались у американцев авторы свежего социсследования. И получили ответ. 41% за Хиллари, 36% за Трампа. Каждый пятый не поддерживает никого из них. Тот же вопрос, но только вот заданный по-другому. Кого из кандидатов вы поддержите? Имея в виду, что в гонке участвуют не только два основных претендента, но есть и независимые, тут же дал другой результат. Хиллари 39%, Трамп 36%. Остальные респонденты или не определились, или отдадут голоса другим претендентам. Разрыв между Трампом и Хиллари таким образом менее 3%. А если учесть, статистическую погрешность так и вообще минимален. И в этих условиях скандальный миллиардер решил побороться за голоса тех, кто за него никогда бы не голосовал. На встрече с конгрессменами и республиканцами Трамп раскрыл свой новый план. Мол, его должны поддержать афроамериканцы и латиносы, испано- и португалоязычные жители страны. Традиционно они голосовали за демократов. Не столько из симпатии к партии, сколько из симпатии к Бараку Обаме, первому темнокожему президенту. Однако теперь его эра заканчивается, и штаб Трампа всерьез рассчитывает на перемены. Сам кандидат этот месседж продвигает все активнее, мол, вам нечего терять. Республиканцы обеспечат афроамериканцам то, что демократы за все 8 лет Обамы дать не смогли. Пока что этот план не срабатывает. Соцопросы показывают, что всего 2% темнокожих американцев готовы голосовать за Трампа. Но в условиях, когда разрыв между кандидатами минимален, даже эти голоса могут на многое повлиять. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Индер. Очередной сговор на аукционе «Укрнафты». 18 августа компания продала 6 тысяч тонн сжиженного газа бизнес-группе «Приват» по заниженной цене. Об этом сообщает Оилл Ньюс. Газ реализовали по 15 600 гривен за тонну для «Привата». При этом другим участникам аукциона продали по цене более 16 тысяч гривен за тонну. В результате «Укрнафта» потеряла почти 3 миллиона гривен. Это не первый случай занижения цены для «Привата». В консалтинговой группе А95 подсчитали. За год убыток «Укрнафта» из-за договорных расценок составил 73 миллиона гривен. Штрафы платить не царское дело. И уж тем более служителю Фемиды. Так, видимо, решил судья из Кропивницкого. Он разъезжал пьяным по городу и попался полицейским. Три админпротокола, данные алкотеста и видеосъемка пока неубедительные доказательства, рассказывают наши корреспонденты. Судью Кировского райсуда Алексея Галагана патрульной остановили в ночь на 26 июня, заметив, что номера на его автомобиле не подсвечены. От водителя разило спиртным. Ему предложили пройти алкотест. Вместо этого мужчина закрылся в машине и рванул с места. Патрульные настигли Галагана у дома его родителей. Видео того, как все происходило, демонстрируют в суде. Почему хотел скрыться от полицейских, 40-летний судья объясняет так. Галаган то соглашался, то отказывался ехать в наркодиспансер. Полицейские надели на него наручники и отвезли на экспертизу. Результат показал превышение уровня алкоголя в 7 раз. Несмотря на то, что факты неповиновения полиции и вождение в нетрезвом виде подтверждены видеозаписями с нагрудных камер патрульных, слушание по рассмотрению админпротоколов проходит уже третий раз. Обычно, чтобы установить размер штрафа, суду необходимо всего несколько часов. Но судья Галаган нанял себе сразу троих адвокатов. Патрульных экипажек, которые остановили пьяного судью, расспрашивают по несколько часов. Родители Галагана проходят по делу как свидетели. Они, естественно, на его стороне. Отец, к слову, всю жизнь проработал в прокуратуре. У них своя версия происшествия. А мать, которая утверждает, что ей было плохо, все же умудрилась увидеть, как зверствовали полицейские, задерживая ее сына. Началось просто месиво. Я единственную видела, как один наручники одевал на эту руку, троем висели на нем, а один высокий, вот тот, он. Он бил так ногами, коленом. Вот только камеры полицейских ничего подобного не зафиксировали. Несмотря на это, судья Галаган подал встречный иск к патрульным о превышении ими служебных полномочий. А вот сам все, что зафиксировали в протоколах полицейские, как и то, что был пьян, отрицают. Последнее заседание длилось почти пять часов и снова закончилось ничем. Адвокаты судей Галагана потребовали явиться в суд медиков из наркодиспансера и предоставить сертификаты о своей квалификации. Судья ходатайство поддержал. Следующее слушание 1 сентября. Елена Механик, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кропивницкий. В Мариуполе патрульные гонялись за офицерами Нацгвардии. Во время патрулирования правоохранители заметили восьмерку с неисправными габаритными огнями. После приказа остановиться водитель Лады только поддал газу и началась погоня. В итоге водителя все-таки задержали. В салоне были нацгвардейцы. О днем ранее мариупольские патрульные поймали за рулем своего нетрезвого коллегу. Боевики на мариупольском направлении обстреливают позиции села ТО практически круглосуточно. В ход идут как тяжелые минометы, так и ствольная артиллерия. Подробнее Станислав Кухарчук. Вот ветка пошла. Красавцы! Вот так начинается ночь на Терриконе в районе оккупированного Докучаевска. Едва зашло солнце, наемники открывают огонь. Сначала наши позиции обстреливают из крупнокалиберного пулемета. Затем в ход идет артиллерия. Ого! Красавчики! Сейчас пока отрабатываем. Как будет дальше? Да, я доктор. Огневые точки противника находятся в промышленной зоне Докучаевска. Это в нескольких километрах от Террикона. Мирных жителей там нет, поэтому ответный огонь военным разрешено открывать на свое усмотрение. Правда, из тяжелого вооружения. Только станковый пулемет и гранатометы. Эти Терриконы наши бойцы заняли еще зимой, отрезав боевикам выезд из Докучаевска. По сути, оккупированный город находится сейчас в оперативном окружении. Противник всячески пытается выбить ребят с высот. Эта ночь не исключение. С нашей позиции переносят огонь на соседнюю. А это уже наши позиции гораздо южнее Докучаевска. Минувшая ночь здесь тоже была неспокойной. Почти до утра наемники обрабатывали ребят из артиллерии. Только чудом никто не пострадал. Я считаю, что более решительный опор надо давать. Чем чаще, тем лучше. Потому что они обнаглели. И в любое время, дня и суток, они по нам открывают огонь. Практически из всех видов оружия, и артиллерии, и минометов. С каждым днем ситуация на Мариупольском направлении обостряется. Военные не исключают и возможного прорыва. Обстрел силовых позиций, как это было помечено на прошлой неделе, уже может говорить о том, что противники готовятся к более активнейших, более масштабнейших боевых действий. По информации разведки, боевики могут ударить в период с 6 по 18 сентября. К тому же, говорят военные, очередной гум-конвой с боеприпасами из России они уже получили. Станислав Кухачук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Италия оплакивает жертв землетрясения. Сегодня там хоронят погибших. В стране приспущены флаги, объявлен национальный траур. В городках, где пострадало больше всего людей, прошла церемония прощания. Постить память погибших прибыли президент и премьер Италии. Я напомню, что в ночь на среду в центральных районах страны произошло мощное землетрясение. В результате погибли почти 300 человек. Еще около 400 получили травмы. Уникальная спасательная операция в секторе Газа. Из палестинского анклава были вывезены животные, которые погибали в местном зоопарке от голода и жажды. Продолжит Сергей Ауслендер. Кошмарные кадры, которые вы сейчас увидите, сняты в зоопарке палестинского городка Хан Юнис в секторе Газа. На видео трупы животных, буквально превратившихся в мумии. Большинство зверей погибло от голода и жажды. Во время последней войны именно в этом районе шли наиболее тяжелые бои между израильской армией и отрядами террористов, поэтому за животными никто не ухаживал. Наш зоопарк никому не интересен здесь, поэтому его придется закрыть. Мы не можем кормить животных, нет доходов, нам нужно продать парк и землю. Решение не пришлось искать долго, да, собственно, другого в этой ситуации и не было. Зверей решили переправить в Израиль. Проведение этой непростой спасательной операции взяла на себя международная благотворительная организация ФОПОС. Проблем, правда, при этом было множество. Оставшиеся животные в очень тяжелом состоянии. Они пережили сильнейший стресс из-за бомбежек и обстрелов. Звери голодают, из-за чего они крайне агрессивны и никого к себе не подпускают. Нам срочно нужно было найти решение, чтобы спасти питомцев. Животных пришлось на время усыпить. Из-за их агрессивного поведения многим потребовалась медицинская помощь еще до транспортировки. Безопасность при переходе через границу обеспечивали израильские военные. Всего в Израиль переправили 16 зверей. Некоторые из них останутся здесь, в местных зоопарках и сафари-парках. Часть отправится в Иорданию. Единственный уцелевший тигр будет теперь обитать в зоопарке в Южноафриканской республике. Таким образом, зоопарк в Хан-Юнисе, который называли худшим в мире, прекратил свое существование. Сергей Узлендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Бикини против Буркини. Мэры городов Лазурного побережья отказываются выполнять решение суда и снять запрет на ношение исламского купальника. И сам запрет, и позицию французских чиновников бурно обсуждают в Европе. Как реагирует Великобритания, знает Светлана Чернецкая. В считанные минуты тротуар в центре Лондона превращается в пляж. Женщины раздеваются до купальников и располагаются тут же на песке. Одни в откровенных бикини, другие в полностью закрытых костюмах. Эту улицу британской столицы выбрали не случайно. Здесь расположено французское посольство. Таким образом, девушки протестуют против запрета на традиционную исламскую одежду. В этом плане британцы более прагматичны. Я была в Брайтоне два дня назад. На пляже самые разные люди. Одеты кто во что гораст. И никто никого не осуждал. Для мусульманок единственная возможность насладиться пляжным отдыхом надеть буркини. Костюм, покрывающий все тело, кроме лица, рук и ног. В исламе скромность, главная женская добродетель. Но после теракта в Ницце, который унес жизни 86 людей, в семи французских городах ввели запрет на Буркини, в том числе Ницце и Канах. Нарушителям выписывают штраф и не допускают на набережную. Эта фотография вызвала возмущение в Европе. Трое вооруженных полицейских заставляют женщину, отдыхающую с детьми, раздеться. Когда я увидела эти снимки, то почувствовала боль этой женщины, которой пришлось раздеться на глазах у детей под издевательские крики отдыхающих. Это так унизительно. За мусульманских женщин заступился и первый в истории Лондона мэр, исповедующий ислам. Во время рабочей поездки в Париж он не упустил возможности осудить запрет Буркини. Я уверен, что никто не имеет права указывать женщинам, что им надевать. Точка. Это неправильно. Я не говорю, что мы в этом плане идеальные, но мы, жители Лондона, не просто толерантные. Мы уважаем людей, которые отличаются от нас. На данный момент запрет на Буркини приостановил французский суд. Вот только городоначальники отказываются его исполнять. Женщины в Буркини все еще нежеланные гости на Лазурном побережье. И пока во Франции вводят новые запреты на традиционную исламскую одежду, в Великобритании мусульманки празднуют очередную победу. Женщинам-полицейским в Шотландии официально разрешили носить хиджаб на службу. Конечно же, в дополнение к униформе. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Зачем призер Олимпиады в Рио продал свою серебряную медаль и кто лучше всех в мире играет на невидимой гитаре, узнаете из нашего обзора. Серебряный призер Олимпиады в Рио поляк Петр Малаховский продал свою награду. Вырученные деньги метатель диска отдал на лечение Олыка. Мальчик два года борется с опухолью глазницы. Медаль спортсмен выставил на аукцион и выручил 84 тысячи долларов. Серебро Рио приобрела богатая семья из Польши. Олика успешно прооперировали в Нью-Йорке. Лечение продолжается. Австралиец Лахлан Смарт самый молодой человек в мире, совершивший кругосветное путешествие на одноместном легкомоторном самолете. Когда Смарт приземлился дома в Австралии, облетев земной шар, ему было 18 лет, 7 месяцев и 21 день. Он на год младше предыдущего рекордсмена, американца Мэтта Гатмиллера. За два месяца путешествия австралиец совершил 24 посадки и побывал в 15 странах. В Стамбуле торжественно открыли третий мост через Босфор. Его длина полтора километра. Власти Стамбула рассчитывают, что это сооружение серьезно разгрузит транспортные артерии города, поскольку именно здесь будут ездить транзитные грузовики. По мосту организовали движение по 10 полосам, в том числе и железнодорожное. Стоимость проекта 3 миллиарда долларов. А вот британскому графству Кен срочно нужен мост. Старый обвалился. Пешеходная конструкция рухнула прямо на два грузовика, которые двигались по шоссе. В результате аварии один человек ранен, движение по трассе полностью перекрыли. Эта автострада соединяет королевство с Евротонелем. Получилось, и без Брекзита Британия отрезана от Европы. В финском городе Оулу завершился чемпионат мира по игре на невидимой гитаре. В 21-х по счету соревнованиях победил американец Мэтт Барнс. До этого ему трижды удавалось только выйти в финал. По условиям конкурса участники сначала исполняют на воображаемом инструменте композицию по своему выбору, а потом по заданию жюри. На сайте чемпионата указано, что организаторы за мир во всем мире и считают, войны бы исчезли, если бы все играли на невидимых гитарах. В Токио стартовал традиционный карнавал самбы. По динамизму, красочности и зрелищности танцевальный праздник в столице Японии не уступает знаменитым карнавалам в Рио или Лондоне. Лишь за день по центральному району Усакуса прошли 5000 танцоров. Впереди главное событие фестиваля Гранд Парад. Исполнители самбы будут несколько часов колесить по Токио на платформах. В этом году карнавал соберет полмиллиона зрителей. В Японии его проводят уже 35 лет. И прямо в эти минуты в центре Киева украинскую сборную провожают на Паралимпийские игры на Майдане незалежности находится наш корреспондент Алла Матюшок. Она на связи со студией Алла. Добрый вечер и рассказывай. Добрый вечер. Да, действительно. Прямо в эти минуты на Майдане незалежности проходят торжественные проводы украинских паралимпийцев. В их честь на центральной улице страны соорудили большую сцену, на которую и вышли спортсмены под шумные аплодисменты. Поддержать их и пожелать им удачи пришло много людей. Это родные, близкие, друзья, тренеры и некоторые чиновники. Уже завтра наша национальная паралимпийская сборная отправится в бразильский Рио-де-Жанейро, где 7 сентября стартуют 15-е летние паралимпийские игры. Хочу сказать, что в этот раз наша сборная самая большая за всю историю независимости Украины. 172 спортсмена. И сильные, говорят эксперты, они ожидают действительно хороших результатов от наших спортсменов. Хочу напомнить на двух последних паралимпиадах, которые прошли в Пекине и в Лондоне. Наша сборная финишировала на четвертом месте в медальном зачете. В этом году отнижают еще лучших результатов. нас визнают очень сильной командой. И так как мы выступаем в РИО, я думаю, что мы не схибаем. Мы утримаем лидерские позиции. Украине нужны наши победы, тех людей, которые незрежные, которые присутствуют на вязках, которые имеют сутки проблемы и вады связанные с здоровьем. Но эти люди, поверьте, они дбают по Украине. Ну и немного о форме наших паралимпийцев. Традиционная это желто-голубые цвета, в этот раз немного пастельные, на всех футболках три зубы, ну а все девушки в украинских веночках. Настроены спортсмены по-боевому, говорят, с гордостью буду выступать за Украину, так что готовься, Бразилия, слушать украинский гимн. Девиз команды ваша поддержка, наша победа, так что мы поддерживаем вас и ждем вас с победой. Таня. Спасибо, Алла. Держим кулачки за наших спортсменов. И это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Последние новости вы можете прочитать на нашем сайте подробностей. Хорошего вам настроения и приятного субботнего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова